В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Когда инициатива ненаказуема, в Сарове реализуют проекты, предложенные жителями в рамках проекта вам решать. Куда дать ребенка? В Сарове прошла выставка дополнительного образования. Мусор и вонь по всему дому. Как призвать соседей к порядку? Далее расскажем обо всем подробно. Соседей будет проще призвать к ответственности. Порядок борьбы с соседями, которые бесхозяйственно содержат свою недвижимость, определен теперь в Гражданском кодексе. Если владелец использует жилье или другую недвижимость не по назначению или не следит за его состоянием, то органы власти могут предупредить его о необходимости навести порядок и установить при этом сроки ремонта. Если же это не подействовало, то суд может принять решение о продаже жилья с торгов. Собственнику выплатят вырученные от продажи средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Это может касаться случаев, когда, например, в квартире открывают производственный цех или же владелец совершенно запустил жилье, например, не вставляет в обитые окна. Ранее призвать к ответственности недобросовестного собственника можно было лишь через суд. В этом году в Сарове реализуют 10 инициатив победителей проекта «Вам решать». К работам приступили в мае. Четыре объекта полностью готовы. Все проекты реализуют до октября. Представители администрации вместе с журналистами проверили ход работ на объектах. Благоустроенные детские площадки, освещенные дворы и тротуары. В Дежегородской области уже несколько лет существует проект инициативного бюджетирования, где жители сами предлагают объекты для благоустройства. Саров принимает активное участие в этой программе. В 2020 году в городе реализуют 10 проектов, которые победили по итогам голосования в прошлом году. По всем контрактам и в соответствии с теми требованиями, которые определены, по выполнению данных работ «Вам решать» окончание контракта в сентябрь. Пока на сегодня каких-то опасений, то есть до конца сентября, на сегодня каких-либо опасений о том, что работы в рамках этих сроков не будут выполнены, нет. Два проекта связаны с установкой освещения на проспекте Ленина. От проспекта Музруково до улицы Шверника и во дворе домов 34 и 36. Благодаря активному голосованию жителей город получил дополнительное финансирование, осветил эту часть старого района. Непосредственно этот проспект, по нему, не знаю, многие года обращались. Здесь прогулочная зона, здесь горожане хотели, чтобы у них было безопасно, светло, поэтому наконец-то удалось реализовать эту проблему. Во дворе домов на Ленина 33 и 35 и Александрович 31 будет несколько зон. Уже установили детский комплекс для ребят помладше. Остальное оборудование должно поступить в ближайшее время. Готовая площадка под настольный теннис и для занятий воркаутом. В двух дворах, на Некрасово 13 и на Курчатово 13, работы завершили. Кстати, проект по последнему адресу самый дорогой – 4,5 миллиона. Здесь игровой комплекс и зона для воркаута и тренажеры. Все это установлено на прорезиненном покрытии. Большой труд проделан и инициатива граждан, чтобы следили за данными комплексами, воспитывали своих детей, чтобы они не портили их. Ну и в принципе эти покрытия, конечно, не для рисования, это не асфальт. Тем не менее, буквально недавно уже первые рисунки появились. Чтобы подобный городок или площадка появились и в вашем дворе, необходимо сформировать инициативную группу. Жителям нужно примерно представлять, что они хотят, обратиться с этой идеей в департамент городского хозяйства. Специалисты объяснят, какую процедуру провести, а дальше все будет зависеть от активности горожан. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. 20 энцефалитных клещей выявили в Нижегородской области с начала сезона. Всего по поводу присасывания паразитов обратилось более 7,5 тысяч человек. Чаще всего клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, находили в Ветлушском, Борском, Богородском, Семеновском районах. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В новом учебном году за парты в Сарове сядут более 950 первоклассников. В общеобразовательные школы пойдут 937 малышей. Также традиционно первые классы набрали православные гимназии и частные школы. Первые свои двери распахнет 20-я школа. Линейка там начнется в 8.30 утра. Другие примут учеников в 9, 9.30 и 10 часов. График линейок можно найти на сайте департамента образования. В ближайшее время стартует массовая рассылка сводных налоговых уведомлений. Заплатить налоги нужно до 1 декабря. Владельцы личного кабинета налогоплательщика получат документы только в электронном виде. Тем, кто еще не зарегистрировался в приложении, уведомления придут на бумаге через Почту России. Кроме того, получить квитанцию можно в МФЦ. Напомним, физические лица могут воспользоваться функцией «Единый налоговый платеж». Это онлайн-кошелек, куда можно нести деньги, с которого в определенный срок будет списана сумма налогов. 73 человека погибли на водоемах Нижегородской области с начала купального сезона. В том числе 9 детей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Последняя на сегодняшний день трагедия произошла в минувшие выходные. В Оке в ВЫКСе утонула женщина. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и купаться только в водоемах, на которых дежурят экстренные службы. В парке прошла первая в истории Сарова выставка дополнительного образования. Предприниматели, которые задействованы в сфере развития и досуга детей, рассказали о своей деятельности горожанам. Кроме того, все желающие могли получить бесплатные консультации специалистов, поиграть в настольные и подвижные игры, принять участие в мастер-классах. Подробности далее. Изучать иностранные языки, петь, танцевать, программировать и создавать роботов, освоить скорочтение, подготовиться к школе под контролем опытных специалистов. Возможностей для дополнительного образования, развития и досуга детей в Сарове много. К услугам родителей не только муниципальные учреждения. Из года в год в городе растет число предпринимателей, занятых в этой сфере. О своей работе они рассказали горожанам на выставке дополнительного образования в парке имени Зернова. У нас больше 15 участников. И цель, конечно же, этого мероприятия, чтобы у нас горожане познакомились с нашими предпринимателями. Наши социальные предприниматели огромные, молодцы. Они развиваются, стараются внести постоянно новые услуги, следят за своими клиентами, откликаются на их отзывы и пожелания и постоянно вводят что-то новое и что-то интересное. У гостей праздника была возможность пообщаться со специалистами семейных центров, учителями, логопедами и психологами, получить скидочные купоны, диагностировать степень готовности ребенка к школе и поиграть в подвижные и развивающие игры. Вообще очень здорово, что у нас вот так организовали, потому что это отличная возможность друг с другом познакомиться, перенять друг у друга какие-то успешные практики и вообще стать лучше. Потому что когда сам варишься в своем соку, не всегда понимаешь, хорошо ли ты делаешь, что ты делаешь. Возможности для дополнительного образования и развития в нашем городе есть не только у здоровых детей. Несколько лет назад в городе появилась студия, специалисты которой в своей работе ориентируются на ребят с аутизмом, ДЦП, задержкой психического развития и так далее. Часто к ним приводят и здоровых детей, которые имеют небольшие логопедические нарушения или отстают по некоторым школьным предметам. Выставка в парке дала возможность родителям поближе познакомиться с деятельностью центра. Мы переживали, боялись, думали, может быть не стоит, но прям не пожалели. И родители все очень заинтересованы, и детки довольны. ЦПП прям огромное спасибо. Надеюсь, что в следующем году тоже будет организовываться такое мероприятие, и мы будем обязательно участвовать. Сферу высоких технологий на выставке представлял в том числе детский технопарк «Кванториум». Для ребят организовали мастер-классы. Можно было попробовать VR-очки, запустить дронов, собрать карты на скорость. Самое главное, что родители прямо сейчас могут записать своих детей здесь, в парке. Напоминаю, что детский технопарк «Кванториум Саровс» обучение абсолютно бесплатное. Для детей здесь 10 лет. Также для гостей праздника организовали модный показ детской одежды, мастер-классы от фитнес-тренера и концерты юных вокалистов. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Похолодание до плюс 6 градусов придет в Нижегородскую область к середине этой недели. Устучивый антициклон, который и подарил нам жаркий август, уходит. Такой прогноз приводит сервис «Яндекс.Погода». Тепло будет ровно до конца лета. С приходом сентября столбики термометров стремительно опустятся. Первый день осени днем температура составит до 15 градусов. Ночью будет всего плюс 7. На небе облачно с прояснениями. Осадков не ожидают. В пятницу 2 сентября прогнозируют самый холодный день на этой неделе. До плюс 11 днем и до плюс 7 ночью. Осадков не ожидается. Дожди синоптики обещают только воскресенье. При Духовно-научном центре Саровского монастыря работают несколько объединений как для детей, так и для взрослых. Желающие здесь могут научиться писать иконы, вышивать, изучать основы музыки и церковного пения, попробовать себя в роли экскурсовода. Сейчас в объединении идет новый набор учащихся. Краеведческое объединение истоки при Свято-Успенском монастыре существует более 10 лет. Это единственное объединение в городе, которое знакомит ребят с профессией экскурсовода и дает им практические навыки поведения экскурсий. После трех лет обучения и сдачи теоретического экзамена и практики учащиеся получают сертификат, который дает им право самостоятельно проводить экскурсии по городу и монастырю. Кроме того, в объединении знакомят и с основами исследовательской работы. Каждая работа над текстом – это поиск нового материала. Это очень помогает детям и в учебе. Наши ребята становятся победителями Олимпиад по многим предметам. В частности, уже много лет наши экскурсоводы – победители регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по основам православной культуры. Краеведческое объединение «Истоки» активно участвует в подготовке стендов для будущего музея «Саровская пустынь». Также «Истоки» работают и по направлению «Краеведческий туризм». За время существования объединения преподаватели и учащиеся организовали 11 экспедиций по Нижегородской области, самостоятельно разрабатывали маршрут, собирали как уже известную, так и новую историческую информацию. Для меня очень важно еще одно направление нашей деятельности – это школа будущей хозяйки. Дело в том, что ведь не все же будут экскурсоводами, но, как правило, женами становится большинством. И вот как воспитать в девушке вот такие удивительные качества, которыми обладает всегда русская женщина – скромность, трудолюбие. Я думаю, это через практическую деятельность. В школе будущей хозяйки девочки учатся готовить различные блюда, занимаются рукоделием и изучают правила этикета. Занятия проходят один-два раза в неделю для детей от 10 до 16 лет. Также на базе духовно-научного центра действуют и другие объединения. Иконописная мастерская Лики, музыкальная студия ДАР, школа рукопашного боя имени благоверного князя Александра Невского. А для взрослых работают золотошвейная мастерская «Светлица», историческое объединение «Несаровская пустынь», школа церковного пения «Благо». Обучение в подразделениях духовно-научного центра бесплатное. Справки по телефону 8-910-384-1704. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Как предупредить социально-негативные явления в молодежной среде? Этот вопрос, особенно актуально, встает накануне учебного года. Пути решения проблемы искали участники конференции «Социальный десант» в Нижнем Новгороде. Участие в дискуссиях приняла и сотрудник молодежного центра Екатерина Неконорова. Более 150 человек из 67 субъектов Российской Федерации собрались в Нижнем Новгороде на конференции «Социальный десант», чтобы обсудить одну из важных проблем современного общества – социальные негативные проявления в среде подростков. «Саров» на конференции представляла сотрудник молодежного центра Екатерина Неконорова. Для участников организовали пленарные дискуссии, образовательные интенсивы, презентации лучших практик, субъектов нашей страны, проектные сессии и решения практических кейсов. «Что можно подчеркнуть из всех высказываний, которые были? Нужно, прежде всего, формировать мировоззрение ребенка, работать над семейными ценностями, показывать важность семью. Если ребенок уважает своих родителей, мать и отца, то, в принципе, у ребенка будет все хорошо». Специалисты также советуют прививать духовные ценности и занимать ребенка спортом. Именно спорт – основа волевого воспитания, поскольку человек, которым занимаются, мотивирован на успех. Маленьким шагами он движется к своей цели – получению медали или разряда. Также нужно обратить внимание на поведение ребенка в соцсетях. «Сетевые дети» – так сейчас специалисты называют подрастающие поколения. В сети есть и положительные моменты, но много и негативных проявлений. «Чем ребенок занимается? Какие сообщества у него в социальных сетях? Потому что есть сообщества, которые сейчас провоцируют ребенка на склонность и к суициду, и принятие каких-то запрещенных веществ, и каким-то другим негативным моментам. За всем этим нужно четко следить». Надо разобраться, почему ребенок тянется к негативным проявлениям, что с ним происходит. Это работа не одного дня и даже не одного месяца. В тесном взаимодействии проблему должны решать и родители, и педагоги, и психологи. Главное – найти какое-то занятие, которое заполнит пустоту в душе ребенка, позволит ему развиваться в правильном направлении и не оставит времени на деструктив. «Мы будем совершенствовать форму работы с молодежью, потому что все-таки у нас молодежный центр, и вся работа направлена именно на работу с молодежью. Заинтересовывать их мероприятиями. Сейчас в России очень популярна проектная деятельность. Молодежь пишет проекты, получает гранты на их реализацию. И очень важно вовлечь их в реализацию той идеи, которую они хотят воплотить». Также Екатерина советует родителям задуматься о том, сколько раз в день они обнимают своего ребенка. Как говорят психологи, должно быть не меньше 10 объятий в день. Тогда ребенок будет чувствовать себя нужным и любимым. Екатерина Апенова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, СОРОВ-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. СОРОВ-24.